МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пропал ряд телеканалов. Среди них такие гиганты, как НТВ, ТНТ и Россия-2. Всего в Заречном не показывает 9 каналов. Сообщается, что их вещание производилось со спутника Ямал-201, принадлежащей компании Газпром Космической системы. Спутник потерял ориентацию сегодня утром, из-за чего без телеканалов и интернета остались десятки городов страны. Буквально два часа назад сайт накануне РУ со ссылкой на заместителя гендиректора компании Газпром Космической системы назвал причину происшествия, цитата, произошла закрутка космического аппарата, из-за чего в ряде регионов и были нарушены связь и вещания, транслируемые через этот спутник, конец цитаты. Также сообщается, что в данный момент закрутка остановлена, начинается процесс подзарядки аккумуляторных батареи. Ожидается, что в ближайшие несколько часов связь и вещания будут восстановлены в полном объеме. В отделе МВД Заречной заканчиваются проверки по нарушениям на выборах 4 декабря. Напомним, в день голосования в полицию с заявлениями обратились двое зареченцев. Они утверждали, что стали свидетелями нарушения избирательного законодательства. В одном из заявлений горожане указывали на ошибки при формировании списка избирателей на одном из участков. Однако эта информация, по словам правоохранителей, не подтвердилась. Полицейские не смогли найти доказательств, поэтому вынесли отказ в возбуждении административного производства. Во втором случае у жительницы Заречного вызвал подозрение автобус, который на один из участков привез избирателей из другого населенного пункта. Все пассажиры автобуса при голосовании воспользовались открепительными удостоверениями. По словам Константина Гапановича, подозрения, изложенные в заявлении Зареченки, правоохранители проверили. На место выезжала следственно-оперативная группа. В результате было возбуждено административное производство. Судьба этого дела должна быть определена до конца недели. Тоже так же данный факт, ну пока по предварительной, так скажем, информации, до конца не подтвердился, по крайней мере. То есть, скорее всего, тоже будет отказано от возбуждения административного производства. То есть, грубых административных, чтобы прямо попадало жесткое нарушение административного законодательства, там не произошло такого ничего. То есть, да, были там нюансы, может, процедурные какие-то вопросы и прочее, то есть, но они не влияли на ход голосования, не влияли на результаты выборов. Жители дома 40 по улице Мира оказались в коммунальном тупике. Здесь нет света в подъездах, не работает лифт, течет кровля. Условий для комфортной жизни никаких. Коммунальщики всех рангов разводят руками и даже в администрации не знают, что делать с таким проблемным домом. Екатерина Тонких разбиралась в ситуации. Это лишь часть недовольных жителей дома, которые решились рассказать об их девятиэтажной проблеме. Люди подходили, жаловались, уходили. Нелестные высказывания в адрес новостройки бросали даже проходя мимо. Если перечислять всё то, что здесь не сделано, не хватит пальцев рук. Последней каплей в море проблем жителей стал свет. Уже три недели во всех подъездах дома не горит ни одна лампочка. Если лестничную площадку ещё освещает дневной свет, то, чтобы открыть двери, квартиру, без фонарика не обойтись. Мы звоним в Мегаэнерго, звоним в 760-60, звоним в ДЭС, звоним в администрацию. Нам отвечают одно. У вас что-то с автоматами. Вот вы представляете, 300 семей в доме. Не работают автоматы, коротят. Маленькое короткое замыкание, и 300 семей оказались на улице. Я утром выхожу, совершенно не видно ничего. Мне не подмести, не пол помыть. Я вот пока в окошечко свет не попал, я ничего не могу работать. Кромешная тьма стала причиной смерти 80-летней жительницы этого дома, уверены соседи. Пенсионерка спускалась по ступенькам и неудачно оступилась. В тот день опять не работал лифт. Ещё одна проблема Мира-40. Жители жалуются. Лифт с самого первого дня работал через раз. На вопрос, почему так, им дали правдивый ответ. Ну, примерно так сказать, что вы хотите. Вам сосали самое дерьмо. Оно ломалось и будет ломаться. Хотите новые лифты? Со счёта дома денежки будут вам лифты. За счёт жителей нового дома предлагают решить и вопрос с протекающей кровлей. Реконструировать неправильно установленные отливы на козырьках крыши, исправить недочёты электросетей, вентиляционной системы и многое другое. Проблемам здесь нет конца. Каждая квартира – сплошная неприятность. Сейчас холодильная батарея. Вот так тепло, тёплая батарея, остальное холодная. Я моюсь с грязью из ванны, со снегом и с дождём. Один стояк у нас, горячего водоснабжения нет. Вот если все пользуются, еле тёплая вода течёт. Так воды горячей нет. Большая часть жителей Мира-40. Переселенцы посёлка Шиэлит. Все они не понимают, зачем им сделали такой подарок. Если хотели сделать доброе дело и переселить нас в тех условиях нормальные, так создайте их для жизни. В управляющей компании 40-го дома ДЭС нам рассказали, всё зависящее от них коммунальщики делают. Но большинство проблем дома связано со строительством. А исправлять ошибки компании-застройщика за счёт своих средств они тоже не могут. Тем более, что новостройка ещё на гарантии. Вот только выполнить гарантийные обязательства подрядную организацию СУ-6 до сих пор никто не может заставить. Это даже не под силу самой администрации. Но надежда на лучшее есть. Буквально накануне состоялось очередное рабочее совещание администрации и застройщика СУ-6. И им, кажется, удалось договориться. Значит, ряд проблем, которые связаны с кровлей, с горячей водой. Мы решили, на этой неделе в них должно быть рабочее совещание с сантехниками, с кровельщиками, то есть со всеми специалистами, которые должны это исправить. Принципиально вопрос решён, о том, что они согласились со своими недоделками и согласны их доделать. Рабочая группа из представителей застройщиков и управляющей компанией дома уже сегодня должны были посетить проблемный дом и описать все необходимые работы, после чего подрядчики планируют исправить, наконец-таки, свои ошибки. В противном случае, как рассказали нам в администрации, чиновники вместе с жителями будут вынуждены подать на СУ-6 в суд. Екатерина Тонких, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. О коммунальных проблемах мира 40 нам рассказали телезрители. Вы тоже можете делиться с нами наболевшим и всем тем, что вас настораживает или, наоборот, радует и удивляет. Наш телефон 71172, адрес сайта zartv.ru. Не забывайте, за самые интересные сообщения мы дарим подарки. Белаярский многопрофильный техникум отметил солидную дату – 60 лет со дня основания. За это время жизнь учреждения удалось перевернуть ног на голову. Сначала это была лесотехническая школа, затем училище, сегодня техникум. И все это благодаря умению работать руками, говорят педагоги. Каково быть директором и сантехником одновременно и кто такие вздымщики, расскажет Мария Морозова. Феликс – старенький арифмометр 1974 года выпуска. Николай Зарывных хранит его как память о первых уроках бухгалтерского учета. Говорит, студентов к нему подпускал редко. Хотел, чтобы учились чувствовать сумму без помощи приборов. И пошел. Вот на два умножия с тобой. Вот результат смотрит. Директор техникума вспоминает. Тогда, более 20 лет назад, рядом с арифмометром на его столе всегда лежал газовый ключ. Случись в школе какая-то авария, инструмент в руки и вперед. И ты уже не учитель. Менять роли приходилось по несколько раз в день. Авария. Я хватаю газовый ключ, бегу ремонтировать. Ремонтировать систему отопления, канализации сам. Отремонтировал, снова возвращаюсь на урок. Это были веселые годы. Тот и сантехник, тот и водопроводчик, тот и учитель, тот и директор. Педагоги вспоминают, тогда в 80-х техникум был единственной в СССР лесотехнической школой, куда съезжались на обучение со всех республик Союза. Только здесь в послевоенное время готовили вздымщиков, специалистов по сбору живицы сосны. Каждая профессия требовала физических усилий. Один корпус. У нас было всего 4 кабинета. Преподавателей 5 человек. То есть небольшой был штат. И мы занимались подготовкой профессии лесотехнической профиля. Именно умение трудиться руками и помогло восстановить разваливающиеся 80-х здания школы, построить лаборатории, пережить перестройку и уже в этом тысячелетии создать более десятка мастерских для студенческой практики. Одна из последних – мастерская для будущих автомехаников. Вот это вот шиномонтажный стенд, собственно, на котором происходит разбортовка и забортовка колес. Мы купили постепенно, в течение трех лет, оснастили эту лабораторию всем, чем надо. То есть на сегодня мы можем ремонтировать свою технику, свои колеса и чужие колеса. К 60-летию удалось добиться многого. В 90-х школа превратилась в училище, а год назад – в многопрофильный технику. За последние несколько лет здесь появились новые специальности – автомеханик, коммерсант в торговле, мастер сельхозпроизводства. Обо всех полувековых достижениях говорили на юбилейном концерте во Дворце культуры «Ровесник». Здесь собрались не только педагоги, студенты и социальные партнеры, но и бывшие выпускники бывшего училища. Среди них – Андрей Силин, лучший сварщик среди атомных станций России. Спасибо вам за ваше терпение и профессионализм. Желаю вам здоровья и успехов в вашем нелёгком труде. Низкий вам поклон от выпускников нашей группы. Таких благодарных мастеров своего дела бывшее училище за свои 60 лет выпустило более 18 тысяч. Не меньше предстоит выпустить уже из техникума. Кстати, скоро здесь появятся дополнительные специальности и формы обучения. Новый статус учебного заведения преподаватели, как всегда, планируют подтверждать реальными делами. Мария Морозова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Реализацию областной программы «Тысяча дворов» доверили школьникам. Правда, пока только виртуально. Первый этап бизнес-игры по проектированию дворовых территорий провели сегодня в Центре детского творчества специалисты Института урбанистики. И хотя это была всего лишь игра, призы победителям обещали ценные баллы при поступлении в архитектурную академию. При проектировании школьники должны были учесть пожелания жителей. Городостроительные ограничения определиться с перечнем оборудования и при этом уложиться в отведенный бюджет. На обустройство двора в 500 квадратных метров инженерам дали всего 220 тысяч рублей. На эту сумму необходимо было установить во двор скамейки, качели, горку, песочницу, окружить это все забором и поставить светильники. На сообразительность и совесть юных градостроителей оставалась установка урн и дорожек. Условия проектирования максимально приближены к реальным. Даже роли в проектных командах строго расстрелены. Инженер разрабатывал проект, представитель управляющей компании защищал интересы жителей, экономист распределял финансы, а руководитель пытался найти между этими тремя сторонами компромисс. По итогам игры жюри в лице инвестора определили лучший проект. Авторы в конце января отправятся в Екатеринбург. Для них будет второй этап, где они познакомятся как раз таки с продуктом 3D Max, в котором происходит все реальное проектирование дворовой территории, и где уже видны все погрешности их расчетов, и, собственно, у них будет возможность уже до конца определиться. Первый домашний матч первенства Сырудовской области по хоккею не принес нареченской команде очков. На своем корте Феникс проиграл команде «Факел» из Леснова. Еще одной неудачей матча стало выбывание нашего капитана из турнира. Егор Савицкий получил травму и не сможет больше в этом сезоне выйти на корт. О непростой игре за реченских хоккеистов Александр Кузнецов. Поддержка болельщиков, родной корт и два выигранных матча. Вот все то, что должно было помочь нашей команде победить. Первый опасный момент у ворот соперника возник уже на первой минуте игры. Из-за возникшей неразберихи на пятачке сначала один нападающий Феникса пробил, а затем и второй. Оба раза гостей выручил голкипер. Он же умудрялся начинать и атаки своей команды. Зареченские хоккеисты все-таки открыли счет в этом матче. На третьей минуте в жестком стыке защитник Феникса сумел отобрать шайбу и отправить ее своему нападающему. Александр Лобанов вышел на рандеву с вратарем и точным ударом послал шайбу в нижний угол ворот. 1-0. После забитой шайбы игроки Феникса продолжили наседать на ворота противника. Сначала Александр Камаффин бьет с дальнего угла, а спустя пару минут защитник команды Александр Андреев обыгрывает трех соперников и с размаху пробивает. Но шайбы летят мимо. Зато сравнять счет удается соперникам. Завладев в центре поля шайбой игроки Факела вышли к воротам 2-1 и с легкостью реализовали преимущество. На табло по одной забитой шайбе к середине первого периода. Зареченские хоккеисты по-прежнему уверены в своей победе. Игра идет в счет скользкий. Сейчас ответственно подойти. Думаю, победу будем за нами. Ответственности добавилось уже в следующих минутах. В игре зареченских хоккеистов появились отработанные на тренировках комбинации. К концу первого отрывка Феникс снова вырывается вперед. Андрей Марцев пробил синие линии и угодил точно в верхний угол ворот соперникам. Но удержать команду противника в страхе удалось только в первом периоде. В начале второго капитан и главный тренер Феникса Егор Савицкий получил тяжелую травму плеча. Скорты его увезли на карете скорой помощи. По прогнозам врачей Егор не сможет выйти на протяжении всего сезона. Почувствовав, что команда соперника осталась без своего сильнейшего игрока гости пошли вперед. За два периода они забили пять шайб. Зареченцы смогли ответить только двумя. Итоговый счет матча 4-6 в пользу Леснова. Факел теперь возглавляет турнирную таблицу первенства. А Феникс по результатам проведенных встреч спустился на третье место. Следующий свой матч наши хоккеисты проведут в эту субботу в Ревтинском. Александр Кузнецов, Иван Козырев, Детали дня. Завтра будет еще теплее, чем сегодня. Далее в программе прогноз погоды от Гесметио. В Заречный возвращаются по-настоящему осенние температуры. Ночью минус 7 градусов, минус 3 утром, а днем и вовсе столбик термометра остановится на отметке минус 1. Чуть холоднее вечером. Осадка в среду синоптики не обещают, но будет пасмурно. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра артутного столба. И на этом у меня все детали. Смотрите нас завтра в это же время на канале Заречный ТВ.